я вас всех приветствую мои дорогие друзья и зрители пришло в наше время узнать что же такое 5g и каким образом все это воздействует на нас судя по этим картинкам мы можем понять что над нами есть купол здесь показан он закругленной формы но на самом деле а он может быть не только над землей форме шары как нам рассказывают но и над землей форме плоскости вот таким образом изображены линии которые передают сигнал от вышки к вышке самое главное что здесь можно увидеть что сигнал передается не напрямую а именно отражением от какой-то поверхности которая существует сверху и называется она ионосфера на самом деле если взять множество различных схем и информации то мы узнаем что купол действительно существуют как нам говорят ионосфера это такая субстанция где пойманной радиационные частички солнца а спутники различные летают даже выше но таким образом получается что мы не принимаем никакие сигналы со спутников мы лишь принимаем сигналы отраженные хотя множество есть версии которые рассказывают о том какие сигналы можно посылать в небо и обратно вот на таком вот примере мы сейчас увидим как действует различные вышки 5g радиоволны в любом случае везде получен обратный ответ или обратное отражение есть волны короткие есть длинные но и каким-то образом они нам рассказывают что могут послать такой луч который долетит до луны это возможно но для меня очень маловероятно потому что как мы видим в основном они все преломляются также при морском судоходстве если мы изучим каким образом корабли плавают по земле в данном видео видно что и когда корабли достаточно удалены друг от друга то волну или луч они посылают опять ударившись тот самый купол который расположен над землей и в данный момент еще раз повторюсь что не важна форма земли давайте брать ее плоскую давайте брать ее круглую над любыми из этих форм земли обязательно есть купол в которой я верю и раз луч отражается от твердой земли то какой же твердый должен быть наш купол вы должны понимать что минимум он хрустальный как я понимаю а возможно из каких-то других частичек состоит можно сделать и оружие определенное которое разрушит даже некоторые города там и все что вы захотите может нанести вред вот они наши вышечки с двух сторон стоят и посылаются лучики различные мощности длина волны мы всегда слышим это название но не можем понять что такое короткие длинные волны 3g 2100 мегагерц 3000 а это и есть посылаем и вот эти сигналы невидимые в нашем воздухе вот таким образом они идут но они не посылаются напрямую от вышки к вышке а обязательно отражаются от нашего купола от наши сферы я очень сильно верю верю в купол даже когда происходит землетрясение например над нами появляется отклик ионосферы на землетрясение то есть у нас трясет воздух колышется и вот этот вот купол наш он именно хрустальный или с какой другой субстанции но имеет форму желе как я понимаю то есть он подвижный и такой жидкий полу жидкий поэтому когда снизу что-то его толкает вот это желеобразная форма она тоже движется и весь наш купол ходит хадуном даже моменты землетрясения например в японии самолеты посылая сигналы тоже получает их лишь обратные которые отражаются вот здесь от иона сферы но каким-то образом они смогли пробить наш купол и послать туда мкс как они нам говорят летает на высоте 400 километров высота купола 100 километров чтобы понимали они еще и называют линиям кармана или кармана по-русски это фамилия одного из людей кто мечтал об этой высоте и в честь него была названа и так но мы знаем теперь реальный размер купола над землей мкс они посылают тоже очень хитро я сейчас вам эту информацию расскажу дело в том что прямо над северным полюсом существует проход или отверстие или небольшое пушка такое через которое можно выйти реально за купол я вам неоднократно об этом рассказывал если мы посмотрим опять же здесь форму глобуса не будем сейчас концентрироваться именно на форме земли здесь изображен северный полюс и видите магнитные лучи не по кругу на самом деле землю окружает а вот такими горами или волнами но вот здесь вот серединке где стоит великая гора меру где центр нашей земли есть выход если выход за купол в эту сторону или в эту и вот таким образом они огибая вот этот купол летают где-то сверху него или могут просто преодолеть другого выхода нет поэтому когда любая ракета взлетает с любой точки земли она летит не сразу вверх потому что врежется в купол летит до северного полюса а здесь потихонечку уходит за него сейчас я покажу как все это выглядит наглядно вы все сами увидите и убедитесь например мы по дням рассчитаем 2003 год каким образом вот этот вот купол или магнитная ионосфера действовал на землю окружала ее это время с октября с осени по декабрь 2003 года и вот таким образом смоделирована картинка где видно что вот это магнитное поле расширяется ионизируемая и сужая в этот же момент мы можем увидеть эти ушки вправо и слева и самое главное что здесь хорошо заметно что есть вот этот выход вверх и вниз вы видите вверх и вниз то есть только отсюда можно выйти не попав какой-то очень сильное такое скажем энергетическое поле вот она наша земля давайте в данном случае рассматривать ее такое но понимать что купол существует здесь конечно погасано все наглядно но мы знаем теперь точно что выбраться за купол или вот за этот энергетический щит возможен из плазмы но в любом случае он какой-то желеобразный и 5g точно так же не дает на выбраться земли опять ударяясь об ионосферу и отражаясь вниз и вообще тут возникает сразу вопрос зачем нам нужны эти спутники если по большому счету все сигналы могут отражать вот эти вот пространственные наши сферы даже великие ученые например тесла он превратила в землю в глобальный конденсатор запустив электрическую волну который вот огибал а весь земной шар и просто билась сбилась сбилась и это было прямым доказательством что мы в определенной ловушке из которой нам не удастся выбраться кто-то очень хорошо постарался и придумал над нами вот эту сферу так что кто не верит купол очень сильно ошибается сейчас я вам покажу резонанса шумана который действует по такому же принципу мы видим этот купол и волны постоянно посылаются куда-то сверху над нами они отражаются и не могут уйти дальше мы можно представить как яйцо наша земля это желток и он находится в скорлупе все вот эти дополнительные аппараты спутники и тому подобное это лишь для нашего контроля и слежения за каждым человеком им не нужно делать ракеты и спутники чтобы принимать сигналы для этого будет достаточно и обычного купола хотя иногда на некоторых картинках они пытаются нам доказать что все-таки можно послать сигнал куда-то туда за пределы купола ультра красные волны называются короткие волны они более высокие опускаются вниз длинные средние волны они имеют вот такую высоту а сами длин самые длинные волны они просто почти в горизонтальном направлении перемещается под земли но в любом случае происходит отражение у кого такая хитрость что вроде бы пробивает куда-то в космос но в это я не верю друзья все вот теперь нам понятно структура нашей земли что действительно над нами есть оболочка и даже самолеты получает сигнал не по прямой потому что они как бы не могут обогнуть вот этот изгиб или радиус земли а отражением от иона сферы пожалуйста никто это не скрывает вот действительно оболочка на высоте 100 километров и она есть и таким же образом происходит воздействие на нас через различные сети если мы возьмем совсем другую концепцию например плоской земли где над нами есть такой же купол под ним вращается солнце и луна на высоте как я предполагаю около тысячи километров может быть даже меньше и купол в принципе он тоже не совсем однороден он может быть не только на 100 километрах ну где-то ближе вот к антарктиде он меньше имеет высоту на нем и также находятся звезды это лазерные голограммки и все лучики посылаем это земли точно также передаются отражаясь от купола вот и все устройство нашего мира об этом писали древние источники изображалась на множестве картин и гравюр плоская земля вполне подходит под эту концепцию мы находимся в так называемом террариуме где наш воздух очень хорошо скрыт внутри оболочки чтобы он просто не ушел ионосфера она еще и держит то чтобы закачанный к нам когда-то воздух просто не улетучился можем представить что над нами вообще расположена так всемирный океан какой-то потому что и библии говорится и разделил он воду от воды и создал небесную твердь то есть за вот этой твердью действительно какие-то еще воды находятся а может быть и созданы соты каждая наша земля находится под своим куполом но если другие соты как например вот эти и между ними есть определенные прохода которых знают только секретные общества и самые сильные люди мира сего это великая тайна чтобы никто об этом никогда не узнал вот по такой структуре сот тоже возможна жизнь вокруг нас можем представить даже что мы где-то летаем в космосе но накрыты точно такой же оболочкой идет тотальный контроль за нами нашим создателем или создателями мы лишь любуемся на солнечный восход показывает нам из космоса постоянно вот это черное небо без звезд и сейчас они придумали новые технологии именно сети 5g которые я считаю достаточно опасны для человека это волны как раз более большие если сети 3g работали там 900 мегагерц была частота волны то есть высота синусоидность вот такая потом частота была там 1600 мегагерц 200 мегагерц 2100 мегагерц потом 2600 уже а теперь они будут более 3000 мегагерц пускать вокруг нас большие волны и это я думаю воздействует на каждого из нас вот так они будут выглядеть и уже стоят во многих местах я сейчас вам все объясню и покажу наглядно чтобы просто все увидели даже иногда 5g помечают специальными символами где на коробочках четко стоит цифра 5 и буква g английская люди монтажники кто-то работает выполняют технические задания но они совсем не вдаются в подробности для кого и для чего это нужно у них есть схемы определенный принцип работ ставят и говорят что это во благо людей но как мы должны все понимать все эти вышки ретранслятор это лишь передающие устройства из определенного центра поэтому они так и называется ретрансляторы то что они передают секретный сигнал по всей земле и в данном случае 5g может очень опасно воздействовать на каждого из нас мне хочется вам показать еще научное обоснование что могут сделать с нами вышки 5g хотя для кого-то это будет улучшенный интернет и скажем игрушка будет работать быстрее посылаться сигнал отраженный опять же от купола или между этими вышками быстрее только для нас это не так нужно и не так важно друзья мы должны жить вместе с природой и отказываться от всех этих химических трейлов или хим трейлов который летает и кружат над нами вышки эти которые могут в любой момент включить на полную мощность и просто каким-то образом облучить нас что мы можем пострадать а также конечно стать полностью управляемыми и ведь они находятся всем рядом даже жилыми домами в нескольких миллиметрах теперь я вам покажу настоящее обоснование всех этих вышек с точки зрения википедии мы можем забить это очень легко набрав 5g почитать что это за сеть что это за устройство я не буду вдаваться в сильные подробности читать каждую строчку потому что здесь очень много и технической информации но я доведу до вас самое главное вот здесь вот чуть позже в конце странички во первых рассказывается о коммерческих запусках что в 2019 году например многие страны уже запустили у себя вот эти сети 5g швейцария китай великобритания испания германия огромное количество стран россия пока что сопротивляется развертывание сетей пятого поколения в россии сталкивается серьезными препятствиями стране пока нет собственного оборудования для них операторы не готовы выделить самые подходящие для 5g частоты потому что они заняты силовиками на самом деле они у нас есть и частоты давно 5g работает но пользуются ими именно военные также здесь достаточно информация скорости нравится это людям или нет и каким образом например происходит воздействие выше 5g на человек ну на людей на каждого человека и это ведь официальная информация давайте же прочитаем о ней во первых очень многие конспирологи как мы с вами знают и понимая что это плохое воздействие на живой организм но есть и такие данные которые вас просто поразят вот эта строчка мы ее зачитываем очень внимательно на сегодняшний день и 2020 год единственные последствия воздействия радиочастот высокой мощности на человека достоверно подтвержденные научными исследованиями это незначительное повышение температуры то есть они четко нам говорят что от вышек 5g в любом случае наш организм изменится и наша кровь начнет кипеть больше и температура тела увеличится все это написано в официальных источниках поэтому когда мы сейчас заходим в магазины и нас просят проверить температуру с помощью пирометра или градусника и у кого-то замечает повышение температуры это не значит что человек больной а возможно на него воздействует уже вышки 5g например незначительное повышение может быть вместо 36 и 6 36 и 7 36 и 8 36 и дети даже 37 а 37 я понимаю что это уже опасная температура при которой организм начинает бороться с неизвестной инфекцией значит вот эти вышки 5g делают так что организм вступает вынужденную борьбу за свою жизнь и существование друзья давайте оставаться в мире где нет таких вещей которые губят нас мы должны жить в чистом и разумном источники знаний и природы любите друг друга цените мы с вами на сегодня друг друга говорим до свидания скоро увидимся говорю вам до новых встреч поехали пока и бум